Снова здравствуйте, уважаемые! Мы находимся в Белгороде. Кто-то здесь живет, кто-то здесь приехал на чемпионат России, который проходит в 2022 году. И этот кто-то играет за протасов. Здравствуйте, меня зовут Суровцев Никита или экзо-страйкер. Сколько тебе лет? 17. Ё-моё! А почему щеглы на чемпионате России? Только Миндаль в ВК сидит, улыбается, работяга, в 24-5. Почему, как ты думаешь, Старкрафт, топ-сцену захватили люди, которым было 7 лет, когда Старкрафт вышел? Ну, дело в том, что, во-первых, мне было 5 лет, когда Старкрафт вышел. А во-вторых, ну, понимаете, когнитивка очень важна. Все-таки в 25 лет человек уже потихонечку начинает стареть. Здесь у него замедляется реакция. А тебе откуда знать? Щегол. Хорошо, продолжай, замедляется рассудок. Хорошо, это замедляется рассудок, уже координация не такая хорошая. Это начинаешь проигрывать более молодым игрокам. Все-таки дело молодых Старкрафт на самом деле. Я согласен, да. А когда ты начал играть в Старкрафт и почему твой выбор пал на игру? Ну, впервые так я запустил Старкрафт в году, наверное, 12-13, так, при помощи семьи. Ну, понятно, что 7-летний человек не слишком способен выдавать что-то более, чем компания на новичке. Но тогда я вот так уже посмотрел на YouTube, наткнулся на YouTube на такой интересный канал, как GoodGamer.ru, он, по-моему, назывался что-то такое. Не слышал? Нет. Вот, там были записи каких-то турниров, там игроки играли, вот у меня отпечаталась в голове одна игра, вот, может, помнишь, это была какая-то кваля на ВЦГ. А вы как это? Липтон? Нет, там был мой кумир, это Липтон. 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 Он выиграл один сет у Сливка Блинк Сталкерами в 2012 году, комментировал, кто-то, вот, не помню, и поме, вот, да, и действительно, действительно запомнилось мне в голову. Потом, ну, как-то вот, меня искушали другие игры, я там играл в какой-то Counter-Strike, Overwatch, но сердце мое с того момента всегда оставалось в StarCraft. Я вернулся в свой родимый дом. Классно. Ну, вот, к сожалению, я только сейчас чувствую, что надо было ответственнее подходить, конечно, к созданию контента, потому что, ну, оказывается... Окей, ладно, есть над чем подумать. И Protas'ов ты выбрал, видимо, тоже, потому что вот из-за этих первых игр. Ну, на самом деле я играл на рандоме довольно долго, но вот в семнадцатом, где-то шестнадцатом году действительно Protas'ы оказались ближе мне к сердцу, чем вот эти вот противные зерки или глупые терны. Какой у тебя рейтинг и какое место занимаешься сейчас в GML? Ну, где-то пять девятьсот ММР, это, ну, топ-60, наверное. Хорошо. То есть ты, в принципе, в StarCraft играешь уже, несмотря на свои семнадцать лет, уже где-то с переменным успехом лет восемь, наверное, да? Ну, в духе того, как-то более активно года четыре-пять, но так лет восемь. А что тебя привлекает в стратегии? Почему ты именно StarCraft выбрал? Ну, команда не нужна, сижу, играю, кликаю, когда хочу. Когда не хочу, не кликаю, не играю. Логично. Когда не хочу, получается, чаще, чем когда хочу. Ага. Да. Окей. Заканчиваешь, закончишь школу? Да. Да. Где учишься? В школе. А, заканчиваешь школу? Да. Где будешь учиться? Какие у тебя планы? Понятия не имею. Прекрасно. А, сколько? Блин, это так прекрасно. Ну, мы такими же были, чем смеемся? Это сейчас смотрится оно очень дико, а тогда мы по-другому реагировали. Чем тебя привлекает... Чем тебя привлекает... У тебя наверняка есть тусовка какая-то внутренняя, да? Потому что, ну, явно, вот у нашего прошлого героя есть круг общения определенный. У тебя он такой же или он отличается? Ну, моя тусовка гораздо премиальнее и выше, чем тусовка... Да, элитнее, чем тусовочка нашего... Тусовочка. У меня тусовка, нет, даже конфа, конфессия, боярская дума, вот. А у товарища предыдущего, конечно, тусовочка. Да, да, да. И о чем вы общаетесь? Ну, о чем угодно, кроме Старкрафта. Как ты переживаешь сливы? Ну, вот. О, кстати, да, нормально переживаешь, да. Переживаю. Достаточно часто. Если серьезно подойти к этому, тебя не демотивирует поражение? И на что ты списываешь, когда проигрываешь в нулину? Как на бас последний. Ну, списываю там на матчап, на расу, на оппонента. Не влияет, не влияет. Ох, ну, на обстановку, на девайсы. Хорошо, на себя. На себя. Да, я недостаточно, понимаю, что недостаточно часто тренируюсь, недостаточно серьезно готовлюсь к своим оппонентам, что всегда можно все-таки стать лучше. А почему ты плохо подготовился к этому турниру? Не знаю, как-то сидел, играл. Не сыграл, не сыгралось. Это аналитика, я понимаю. Расскажи в двух словах о том, что было в полуфинале и в матче за третье место. Ну, в полуфинале было перспективнее. Там... Финал был впереди? Да, там впереди финал, не какое-то третье место. Ну, первый сет проиграл, второй сет выиграл, третий сет, ну, почти выиграл, проиграл, четвертый сет совсем плохо. Представляешь, гейт поставил криво, криво. Мне пришлось гейт отменить самый первый и поставить... Ну, там вот стеночка против рипера, я, значит, ставлю, а там пробочка оказывается заперта внутри. Я такой, о, господи, жалко пробочку. Ну, я ее выпустил ценой эпитамингов гейта, минералов, но пробочку жалко. Да. Ну, и матч за третье место, тоже что-то не получилось, да? Да, тоже что-то не получилось. Ну, я просто благодарен Янгстару, что он сумел победить в своем полуфинале, и... Да, и из-за него мне пришлось играть с товарищем, который умеет играть против прокси-роба в матче за третье место. И, да, как-то вот мои прокси-роба не сыграли должным образом, к сожалению. Слушай, а если все знают, что ты играешь через прокси-роба, может быть, стоит добавить в арсенал пару новых стратегий? Ну, кстати, до где-то вот времени, три месяца назад, я играл только прокси-роба на третьем пилоне, но потом на меня не зашло озарение свыше. Я начал играть прокси-роба на втором пилоне. Это определенный прогресс. Да. А ты с имморталами с каким-то количеством гейтов пушишь, или что это? Да, да, три гейта, иммортал, призма, джентльменский набор. Класс. А другие стратегии у тебя какие есть еще в арсенале? Ну, против процессов никаких. Против терринов и зергов. Что-нибудь придумаю. Ну, результат, наверное, закономерный все-таки, да? Ну, можно сказать и так, да. Окей, давай попробуем, попробуем опять же. У меня второе интервью, я все пробую представить, что будет через 2-3-4 года. Во-первых, что там со Старкрафтом творится? Как сцена, турниры, и как ты себя видишь на этой сцене и на этих турнирах? Глобально Старкрафт, наверное, начинает подзатухать. В следующем году, я так понимаю, уже контракт с ESL, не факт, что будет. Надеюсь, будет, может, не будет. Но у нас есть «Новая надежда», четвертый эпизод. Четвертый эпизод? Кто тебе такое сказал вообще? Я не помню, какой эпизод. Новый эпизод, новая надежда, новый эпизод, игры какие-то новые в этом жанре. Про это он, про четвертый, говоришь, какой-то? Про Старкрафте? Нет, ну нет, конечно. Ну вы что, Blizzard? Вот там еще одна новая надежда, потом еще одна новая надежда, там эти вот Activision, не Activision, Microsoft, вот Activision старая надежда. Много всего интересного может быть, а может и не быть. Ну а что, учиться там, работать как не? Ну у меня еще год впереди, даже еще лето и год впереди. Чего-нибудь придумаю. А что тебе нравится в школе? Я звучу как старпера, капец просто. В школе? Ну в предельник у нас первого урока нет, можно поспать подольше. Да, это вот хорошая черта. А из предметов, ну там может преподы интересные есть? Ну, информатика может там английский. Может там английский. Слушайте, вот вы специально так сказали? А мне пинка лучше просто. Да, ну просто информатика английский, да. Информатика там английский. Наиболее релевантные сейчас предметы. Окей, так. Ох, переживаю я за наше поколение, стратегов новые. Нет, но я явно что-то не понимаю. Не, молодцы. Ты же наверняка там что-нибудь старенькое смотрел. Первый StarCraft может Брюса застал, может быть братка, когда он чемпионил в Европе. Димагу, не? Ну, первый StarCraft Брюса я все-таки не застал. Я думаю, что когда был Брюс, я был еще в неосознанном возрасте. Вот. Димагу, братка, ну, по большей части, да. Единственное, что мне в 7 лет моего мозга было недостаточно, чтобы понять, что название канала на YouTube GoodGame.ru значит, что если вбить GoodGame.ru в поисковую строку, то я попаду на какой-то сайт с лайвстримами, поэтому я смотрел только записи. Но записи были интересные. Вот это очень хороший поинт, потому что мы в 100 раз обсуждаем, что должно быть все элементарно и понятно и прозрачно. И в который раз обращаю внимание, что да, есть в этом здравое зерно. Хорошо. Ты молодец все равно, несмотря на то, что проиграл. Что-нибудь хочешь, может, сказать такого особенного тиммейтам своим, элитной тусовке своей? Тиммейты не поймут, они по-русски не ту-ту. Но вот есть два обращения. Первое. Цензурные? Да. Хорошо. Подумал, хорошо. Во-первых, у меня все-таки с вашим замечательным сайтом так всю мою жизнь становилась одна проблема. Я дошел, наконец-то, до высшей инстанции. Дело в том, что когда я окончательно все-таки зарегистрировался на нем в 2017 году, я по неопытности, неаккуратности в своем нике допустил ошибку. Допустил ошибку. Я написал о большую, а не маленькую. И вот мне с тех пор глаз мозолит. А на Goodgame уж нет функции поменять никнейм. Мы ее делаем. Но напиши мне на макер собака.goodgame.ru и мы тебе сменим никнейм, на который хочешь. Можно даже мелкий ков. Там аккаунт как раз свободный есть. Благодарю, благодарю, благодарю. Ну, а также, конечно, хотелось бы передать привет так называемой конфе, так называемому Никаракто, так называемому Вольдмар Ричу. А-а-а, не помнишь. Да, тоже не помнишь. Тоже, да. Он по Аликсу больше, чем по Goodgame. Это ошибка. Ошибка. Как мы знаем, сейчас уже ошибка. Хорошо, еще кому-нибудь? Остальные это не увидят. Ну, естественно, товарищи из зала. Остальные это не увидят. Спасибо большое за интервью. Впечатлил. Впечатлен.